Аплодисменты 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 патология. И нас интересовала эта тема, потому что появились очень новые системы, которые уже можно реабилитировать до микрофлора. Если посмотреть на потенциальные заболевания тканин породонта, то сама пародигма этого заболевания бы очень изменилась. Раньше считали какие-то другие факторы ризику для заболевания тканин породонта, а это те ткани, которые все вокруг зуба есть это и ясно, это и кислородка на все звезды, это и цемент. То есть весь комплекс, включающий сам суб, это все тканины породонта. И на сегодняшний день по доказаниям доказано, что первым механизмом заболевания это микрофлора. Это патология специфическая микрофлора, которая находится ниже в тканинах, она заселяет и на них в жительстве идет иммунный ответ. И вот это иммунный ответ. И как мы видим, в короженном роте, как нам говорят, это патология, это кровоточенность, это запаление, это может быть пиль в короженном роте. И тогда пациенту это звоночек, а здесь уже какая-то патология. Когда иммунный ответ зависит от всех патологий микроорганизмов, и никто не может до конца с ними даже вступить в бой, потому что эти микроорганизмы на сегодняшний день уже умеют защищаться за счет биофильма або биопльонки ее на сегодняшний день называют. Она защищает их. И тогда сама иммунная система начинает руйнувать клетковую тканину напротив зубы и так приходит, что зуб выходит из кистки. Это те, когда скажут, что начали рухать зубы, або навык позволяют до их выделения. Самые иммунные системы все делают надею чужеридных бактериального этого фактора. И с доказанной медициной видно на сегодняшний день, что бактериальная наруска не очень большая и даже происходит антикторно-бактерии во время очищения зубов или даже жевания. Найбільше это будет бактериемия, если у пациентов диагноз пародонтит. Потому что на сегодняшний день в Украине диагноз пародонтоза, как были и с таблетки, его нет. То есть показали, что это был пародонтит, просто трошки-инший пародонт. Самый это пародонтит. И наоборот, он дает эту транзиторную бактериемию. Из доказанной медицины виден факт, что эта транзиторная бактериемия может приводить до увеличения росту атеросклеротичной вяжки на стенках судина. Это то, что на сегодняшний день видимо. Каким чином? То есть, во время очищения зубов, або жевания, або как раз механических, профессиональных процедур, например, профессиональных гигиен, або бронетологическое эдакирование, поднимается очень большая потребительница микрофлора и вона потрапляет в основный кровоток. И может дать, вона может зачепить за стенки судин. И уже на сегодняшний день экспериментальных водолей творится доказанно за счет таких вот билий, або фимий, как они их называют. Парадонтикотовенная микрофлора, вона анаэробная и мает ось такие джгутики, которые позволяют самому микроорганизму зачепить за стенку судины и играть та модель местного запаления. На это идет иммунная ответственность, просто плантин, фактор некроза поклини и дыркотины, которые приспоряют и более швидкий рост атеросклеротичной пляшки на судинах. Это то, что мы делаем международной литературой. Наша мета исследования была бы увидеть, что есть влияние на иншу, например, патологию сердцево-судинной системы, захворювания тканин бродота, а именно на буты, вали сердца и и разработать увеличение эффективности не только диагностики. Это двух форм. Потому что там есть разница, даже в клинице этого захворювания, а увеличить эффективность профилактики. Потому что эти пациенты потребуют оперативного втручания, замены клапана сердца на в том, что он будет искусственным и он не имеет возможности защищаться. Поэтому первая идея была провести профилактические заходы для этих пациентов. И заведение наше будет оценить этих пациентов, которые перебивали на литературе институте Ярослава в отделении Центра магистральных судов. И посмотреть их стан гигиени порожниной роти, визначити саму микрофлору в порожнине роти, в чиновнице захворювания, посмотреть на явность цієї парадонтопатурени микрофлори в порожнине роти, а потом мы ее вивчали, после того, как мы нашли оперативное втручание выделения клапана сердца, как биологический материал мы забрали клапана сердца и уже смотрели на них ту самую микрофлору после оперативного втручания, на ее наявность. И что вы увидели в исследованиях? Мы смотрели на факты, которые могли бы впливать. Все пациенты были на антибиотику терапии, и они получили антибиотики даже при подготовке к оперативному втручанию. Поэтому ПЦР реакцию на сегодняшний день в докторе медицины только так можно визначити парадонтопатургенную специфическую микрофлору, это анаэроби, и их неможливо культивировать. Мы визначали у пациентов от антибиотиков призначено. Мы весь полностью стоматологический стан, их визначали, запомнили свои картины, и установили что это парадонтит. Мы сделали исследование для этого подтверждения и лабораторные реакции в поражении и его то самое глубокое кишение мы визначали на плавном видовом сердце этих пациентов. За результатами исследования мы увидели, что все пациенты мали 100% заболевание в парадонтитах. У всех пациентов отмечались ризности и тяжкости. Больше из категории обстежения это было 2 ступень и всего 3 в парадонтитах. Из перебега мы поделились, что больше превалюет хронический перебег. И хронический перебег отмечения этих пациентов на тлі медикаментов, которые принимают в системе. Это на тлі антибиотикотерапии, на тлі инстероидных протезаправлений препаратов. Он больше приводит хронический 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 индекс геи этих пациентов. Для заболевания антибиотерапии это очень важно, потому что именно из микрофлора все начинается. Мы поделились, что задовольные это очень маленький процент таких пациентов гигиена. больше это незатурильная или плохая гигиена. И мы визначали индекс PMA, индекс запаления ткани. И средний ступень запаления отмечалось больше у этих пациентов, но отсутствие активной реакции, потому что парадонтит это более активная реакция. Это и навык, это что заставляет пациента вернуться к лекарям. То у этих пациентов пациентов выходит в клиническом форме после симптомов. Он в тих системных препятствиях, что они принимают, иммунно-запальная ответственность не так активная. Поэтому эти заболевания для них симптомно они не могут иметь это один из наших главных клинических диагностических моментов, активное запаление. Мы смотрели PBI это индекс кровоточилостей яс. Когда мы смотрим на это ясно, мы думаем, это норма. Когда мы начинаем зонт зонт заходить на глубину кишени 3,5,8, мы понимаем, что это протелория. И начинается профутная кровотеча. это сильная корреляция была сильная корреляция Это сильная корреляция корреляция загальнобактериального обслуживания в кармане. И такая корреляция мы получили на клапане сердца. Я повторяю, при загостренном перебиве пенализованного лептита, загальнобактериального обслуживания было больше, чем при хроничном. так корреляция мы увидели для основных фармонов 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 у цієї категорії пацієнтів. Поширеність, коли ми подивилися всіх основних парадонтопатогенів в карманах, то так само ми отримали дослідження, які сходяться із дослідженнями зарубіжних коллег, про те, що найбільш поширеною є тенорелла фармонов в порожнині ротах. Трохи менший процент мала тенорелла дентикола. Їх так само виводять як основну парадонтопатогену. На клапані серця ми побачили, що найбільш поширеною є і залежить пірфармонов з інхіваріс, або загострений, або хронічний перебіг, це буде парадонтита, і вона дала кореляцію на клапані серця найбільше, її в закордонні літератури взагалі виходить як в окремому під всієї мікрофлоріку, що ще не всі міровлезні фактори її відомі. І на клапані серці найбільш кореляцію мало так станути феромони згодівалися і вона найбільше мала відсоток висіння на клапані серця патієнта. Коли ми подивилися як частіше зустрічається, ми порівняли як ця мікрофлора зустрічається і в кармані, і в клапані серця. Також ми визначали і коридково мікрофлора, ангідуальний концепт, ви бачите тут, цей відсоток були невеликі, але вона розсідувалася на клію антибиотику зустрічає. Вона не всіх пацієнтів була, але невеликі відсотку не й був. І найбільшу кореляцію так само мав мікроорганізм і фарамона зустрічається як в порушенні води, так і на клапані серця у пацієнта, що говорить про його транзитурну, що відбувається кондиток на водопереміру і цей мікроорганізм потрапляє і на стінки судин, і затримується наклапані серця і може давати загострення основного закрорювання. Ми провели кореляційний аналіз мікроорганого байзажу, бо це було вперше не тільки в Україні, але і зарубіжними колегами мало не визначалися кондитційні зв'язки між цією мікрофлорою. Щоб подивитися, хто кому допомагає. Мікрофромонус ліваріс, це анейроку більше така специфічна мікрофлора, але також там є багато мікроорганізмів, які є аяробами. І з компіляційних зв'язків найбільше була у перфарамонус ліваріс, у тенорелі форсіті, тенорелі дентикола, якщо хоче донести мікроорганізм, як ворожнений ротом, то він допомагає. По більшій часті, що тенорелі форсіті, тенорелі дентикола, як трошки інший комплекс аяробів, якщо є ворожнений ротом, то він допомагає дожити і заселитися у ці перфарамони, змінюватися. Це те, що ми отримали із наших досліджень, і висновки, які ми виявили поки що із цих досліджень, це те, що захворювання тканин пародезом дуже розповсюджене, і всі пацієнти, які були обстежені, мали це захворювання. У всіх пацієнтів була ворожнений ротом, спеціфічна конотопатогенна мікрофлора, дивячися на те, що всі ці пацієнти приймали антибіотику профілактику на момент цього обстеження, і усіх в анамлезі кардіологічно призначалися на співоку антибіотику профілактику, або усіни сторонніх протизапальних препаратів. Це говорить про те, що наша мікрофлора, як ворожнені ротом, вона є стількою до дії антибактеріальних препаратів. Антибіотики на неї не діють. І ці питання були підняти на конгресію стоп-антибіотик, що вона є резистентною до дії. На неї також не діють системні нестероїдні протизапальні препарати. Але це привозводить до того, що клінічно це захворювання протікає з пацієнтів просто без симптомів. Тому зробляються зараз програми профілактики на основі цих досліджень для того, щоб привести більш глобальну профілактику для цих пацієнтів від основної патології це все до себе. Як один із кланок, факторів, який може допомогти профілактиці. Все. Я призовую. Я призовую. Можна? Якщо коротко, методично, просто дополнить, я так понимаю, ви не тільки ПЦР использували для определения, ну, каким образом ви их соотношение считали, различних микроорганізмів? Як раз использували только ПЦР. ПЦР, насколько я знаю, не дають количественного взаимоотношения. На сегодняшний день мы использовали стоматофлор, их ПЦР тест-систему, и они в ней приписали. То есть, это какой-то зарубежный кит специальный набор? Это не зарубежный, это как раз белорусский. И они повели норму, какая может быть допустима. уже от этих чисел алгоритмов, мы от этих алгоритмов отходили. И считали их количество. Житологию, морфологию вы не смотрели? Нет. И подскажите, пожалуйста, может быть у вас уже есть рекомендации, исходя из того, что это анаэробы, может быть надо что-то изменить в чистке рта, какой-то смеси, которая содержит перекись в малых дозах, еще что-то. Есть ли ваше или в мире рекомендации по этому принципу? Спасибо большое за вопрос, это очень актуальный вопрос. На сегодняшний день доказано, что это биофильм, а это по сути биофильм, пленка, которая образовалась в полости рта и защищает эти микроорганизмы от иммунной системы. Если вы ее механически не разрушите, а на сегодняшний день доказано, что ультразвук ее разрушает, никакие лекарства не помогут. Вы можете полоскать самыми дорогими, самыми сильными антисептиками, только поверхностный слой этих микроорганизмов будет чувствителен, а все дальше станут только резистентными. И поэтому, говорится в протоколах международных, и мы посмотрели в наших исследованиях, просто здесь не показывали наличие этого биофильма, что надо только сначала механически разрушать эту пленку, то есть, ультразвуком, это в стоматологии так мы можем делать, либо абразивными какими-то методами, а потом только давать сопровождение антисептическое. И то, учитывая анамнез пациента, если у пациента в анамнезе уже были эти препараты до механической работы, эти препараты уже не работают. То есть, мы ищем аналоги. Спасибо. У нас очень хорошая и интересная работа. Большинство препаратов не обращают на это внимание. Понимаете? 8 месяцев от заболевания заболевания. А в данном случае, если вы поднимите литературу старую, Строжеско в прошлом столетии причиной развития клапанной патологии сердечно-тосудистой является хронический необструктивный подзелит. Так вот, сейчас для многих врачей это очень важно. У вас есть данное количество развития с аптическим декоритом? Нет. с отношениями. Как отношениями? Из последних данных, которые мы слышали, что только буквально мы говорили с институтом Ромосова, что мы, стоматологи, занимаем второе место, которое приводим к этому. Это, по-моему, было что-то 30 или 40 с чем-то пациентов, а уологи занимают первое. Это то, что они говорили нам данные буквально вот еще. Что они приводят к тому, что вот идет вот такое симптическое... Сейчас острого птицкого ревматизма почти что нет. Да. Закрыли. Вот изменилось, но с птицкой антиокардин, чего было мало в прошлом столетии, сейчас мы резко... Да, и мы в Британских даже идем чуть не на первом месте, как виноваты в том, что происходят такие осложнения. И забывается, значит, источник там такой... Ну, как геологи. Кардиологи. Ну, вы знаете, поэтому сегодня лично доказывается, семейный доктор должен, если он не имеет семью, он не только смотрит, но он профилактикой занимается. Он должен посмотреть ребенка и отдать специалисту, тогда это действительно будет настоящая наша медицина. а не просто только семейный доктор как терапевт. Он должен знать все и головами, и наружу. Спасибо.